Вопросы у горожан самые разные. На приеме у депутата Госдумы Сергея Собчука одни жители радостно делятся своими заслугами, другие слезно умоляют помочь. Пожилая женщина надеется на понимание. Сестра попала в беду. Дом сгорел, пришлось забрать к себе. Потом еще и отморозила пальцы. Пенсионерка в силу возраста сама не может обеспечить должного ухода и просит предоставить место, где смогут помочь больной родственнице. На приеме также присутствуют специалисты администрации и глава округа Николай Рудь. Среди обратившихся есть и постоянные посетители. Они приходят с подготовленными заранее вопросами. Целый список не для себя. Проблемы, актуальны для многих горожан. Некоторые прошли уже не одну инстанцию. Там, где загвоздка, ничего не остается, кроме как обратиться за помощью к первым лицам. Вы были сами? Я лично была на суде, да. Решение уже есть или еще нет? Вот я не могу добиться. Приходят и представители общественных организаций. Диаспора белорусов – одна из самых активных в городе. Недавно организовали День родного языка, который в Уссуриске был проведен впервые. Не можем позволить себе вот такой дорогостоящий. Она, что называется, единоразовая. Она стоит где-то порядка 80 тысяч, наверное, если купить экраны. Если купить, ну хотя бы вот, хотя бы сам вот экран, чтобы мы могли приглашать к нам людей. Новый обладатель квартиры, а вместе с ней и ипотеки, закончил ремонт и обнаружил повестку в суд. Сделку считают недействительной. Оказалось, продавец сам приобрел недвижимость всего за несколько месяцев до продажи. Первым хозяином оказался психически больной человек. Незменяемый сказал, что мой продавец ему деньги не передавал. И суд это никак не доказал. И сам мой, ну сам, наверное, не меняемый, никак это не доказал. Он передавал, передавались ему деньги, либо нет. Обратившийся оказался в ловушке. Суд первой инстанции решил квартиру изъять, а вот деньги от сделки вернуть никого не обязывал. По мнению Уссурицы, налицо сговор. Ведь невменяемый вел обычный образ жизни. Работал, сам себя обеспечивал и проживал самостоятельно. Взыскивать эту сумму уже с вашего продавца, опять же, все будет на порядке. И это будет такой же, более быстрый путь, не ждать там ни в больницу, ни в подругу. Это не может мешать им. То есть тоже туда пришли, это изменение, что-то не разбирается. Но параллельно обращайтесь сразу в сумму. Те, кто пришел с просьбами, отмечают. Помощь оказывают всегда, без внимания не оставляют. Напомним, также по личным вопросам граждане могут обратиться в администрацию Уссурийска или к депутатам городского округа. Радо, что есть такой прогресс. Спасибо вам большое, не первый раз обращаюсь. Честно скажу, есть решение вопросов. Вот реально есть. Тамара Илюхина, Роман Адонин, Телемикс.